Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород и сегодня мы с вами поговорим о неприхотливых многолетниках, вырастить которые нам не составит труда. И затем они нас будут радовать на протяжении нескольких лет вперед. Начнем с кориопсиса. Здесь у меня представлены два сорта. Это у нас кориопсис Early Sunrise, который у нас желтый и 100% махровый. Высотой он где-то до 40 см. И кориопсис рулетте, который у нас алый, с контрастными желтыми полосками. Высотой у нас достигает где-то 70 см. Вообще кориопсис он формирует достаточно компактные кустики, которые будут замечательно смотреться как в групповых посадках, так и в обрамлении клумб. Обильно и продолжительно цветущие кустики у нас конечно будут во второй год жизни кориопсиса. Если мы в первый год его посадим где-то в апреле месяце, то он порадует нас цветением где-то в начале августа и до сентября месяца. То есть до заморозков. Не требует какого-то сверх особого укрытия на зиму, но достаточно как бы присыпать снегом, чтобы у нас именно вот эти первые заморозки как бы его не погубили. Все-таки немножечко его чем-то так прикрыть, каким-то листвой, либо какой-то травой, а затем присыпать вот именно первым снегом. Также хотелось бы рассказать и про иберис. Здесь у нас представлен иберис снегопад. Это у нас невысокие растения с блестящими и вечно зелеными листочками, которые в период цветения покрываются такими зонтиковидными соцветиями. И своим внешним видом он напоминает какое-то такое белое облако или же такой небольшой какой-то сугроб снега. Но если, конечно, вы посадите их достаточное количество, то у вас такая прям какая-то зимняя такая полянка такая будет образовываться именно в период цветения. В принципе, он у нас зимостоек, светолюбив, но также выносит легкую полутень. Будет, конечно, очень хорошо смотреться и на альпийских горках, и где-то на газонах, и в бордюрах. То есть очень-очень-очень хорошее растение, многолетнее, неприхотливое и будет нас радовать долгие-долгие годы. Следующий наш представитель из серии многолетних неприхотливых растений – это люпин. Чем хорош люпин? Он у нас не только дарит нам красоту внешнюю, но также он у нас и обогащает почву так необходимым азотом. В принципе, именно данный люпин у нас образует гигантские соцветия. Кисть синего цвета, которая достигает где-то 40-50 сантиметров длиной. Зимостойкий он у нас. И, в принципе, посадку его можно осуществлять как на рассаду, но важно именно соблюсти как бы единичную такую посадку. То есть каждое растение мы садим в отдельную емкость. Он у нас не любит повреждения земляного кома. Если, конечно, мы такое не можем обеспечить, то осуществляем прямой посев в грунт. Цветет у нас люпина с июня по сентябрь. То есть как бы волнообразно. То есть первая волна где-то приходится на июнь-июль. И вторая волна у нас будет при своевременном, конечно, обрезке именно первых отсветших кистей где-то к концу августа-началу сентября. Стоит также упомянуть и лихнес. Здесь у нас представлен лихнес розетта и лихнес красный шар. Это у нас невысокие корневищные растения, которые у нас образуют светолюбивый такой достаточно облиственный куст с прямо стоячими ветвями. В принципе, они очень легкие в уходе, предпочитают, конечно, легкие почвы. И главное самое условие в том, что они у нас не переносят застой воды. Эффектно у нас будет смотреться лихнес как в групповых посадках, так и таким каким-то ярким пятном будет выделяться на газонах. Где-то даже таких небольших, таких одиночных посадках будет очень-очень хорошо смотреться. Зимует он у нас без укрытия, высотой где-то 40-50 сантиметров само растение, а цветет где-то 40-50 дней с конца мая. Предпочитает, конечно, освещенные участки, но в принципе также выносит и легкую полутень. И как раз таки вот в этой самой полутени он у нас такой достаточно масштабный куст формирует с такими длинными стеблями, на которых у нас будет располагаться цветоносы. Достаточно такие яркие, очень красивые. Поэтому очень хорошее, неприхотливое растение для нашего сада. Конечно, все многолетники, как бы именно в первый год посадки, они достаточно долго так стартуют. То есть долго развиваются, как так медленно. Но именно во второй год они просто поразят вас своим цветением и как бы обеспечат вот это самое цветение без каких-то дополнительных усилий. Ну, конечно, будут необходимы какие-то подкормки. Но вот именно вам не придется вот каждый год из года в год именно садить их и выращивать их заново и заново. То есть именно один раз посадил и затем при должном уходе у нас будет каждый год шикарное цветение. Присмотритесь, конечно, и к данным растениям. Но также у каждого из данных цветов, конечно, имеются и другие расцветки. Тот же самый берез бывает розового цвета, люпинов просто огромное количество. Лихнес у нас бывает и белый. То есть очень-очень большой именно простор для выбора. И поэтому присмотритесь к ним. Ну, а всем тем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал. Заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Прекрасного, шикарного вам цветения и просто очаровательного сада. Прекрасного, шикарного вам цветения и просто очаровательного сада.